9400 евро будет выделено из бюджета самоуправления для установки декоративного освещения возле одного из самых знаменитых объектов Дауглпелса – знака «Чайки», который встречает и провожает жителей и гостей города на шоссе Дауглпелс-Рига. Считают ли горожане «Чайку» визитной карточкой Дауглпелса и вообще, что, по их мнению, является символом нашего города? Гостиница Латгула, наверное. А еще, может быть, что-то? Символ церкви. А чайка наша? Чайка, да. При въезде в город это как-то символизирует, что, наконец-то, ты дома. Не знаю. А такой... Я не местный просто. А, да? А чайку нашу видели? На въезде в городе чайку? Да, видел. Что думаете об этом? Красиво очень. Гостиница Латгула, может быть. Трамвай. Самая для меня знаменательная. А чайка? Чайка. При въезде в Даугавпилс. Да. Недавно проезжали мимо. По-моему, там сейчас прилично. Даже глаз радует. Возможно, с Даугавпилс. Потому что у нас это больше популярно. То есть символ это Даугавпилс? Да. А чайка? Ну, чайка тоже. Но все равно Даугавпилс как-то популярнее. Наш Борисоглебский собор, который сияет с золотыми куполами. Я живу там недалеко. Называется Церковная гора. Там три церкви. Даже четыре рядышком. А еще какой символ у нас? Как вам кажется, есть? Символ нашего города. Я не знаю. Дубровенко. Парк наш старинный. Ладно. А что с чайкой? А что с чайкой? Ну, а чайка, посмотрите. Ну, чайку видят только те, кто въезжает или уезжает из нашего города. Ну, визитная эта карточка нашего города или нет чайки? Ну, наверное, да. Вы знаете, чайки в нашем городе сейчас это очень актуально. Когда мы говорим о Даугавпилсе, какой объект в первую очередь приходит на ум? Как символ, вот если... Символ — церковная горка, как одно из уникальнейших мест во всем мире, да. А чайка наша? Чайка тоже. Ну, как первая, это церковная горка. Чайка — одно из, на мой взгляд, десяти тех символов однозначно. Конечно, чайка у многих ассоциируется с Даугавпилсом. Мы въезжаем в Даугавпилс, поднимается настроение. Для справки. Автором проекта, созданного в 1976 году, стал художник-оформитель молочного комбината господин Фелстер. Проектирование объекта было поручено Латвийскому проектному институту. Металлический каркас конструкции был обработан специальным раствором. На обшивку монумента потребовалось более двух тонн нержавеющей стали. Основанием же чайки стал огромный котлован, в который было залито 30 кубометров бетона. Работы по установке объекта проходили более трех месяцев. Следует отметить, что размах крыльев чайки составляет более 30 метров. Несмотря на солидный возраст, в этом году чайке исполнилось 42 года. Конструкция находится в отличном состоянии, а декоративная подсветка точно не позволит чайке исчезнуть во тьме. Лариса Кириллова, Александр Федотов, телевидение «Дотком».